с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 25 апреля международный день днк такая дата была выбрана в память о том что в этот день в 53 году 20 века в журнале nature ученые джеймс отсон и фрэнсис крик совместно с морисом уилкинсом и розалинд франклин публикует результаты исследования структуры молекулы днк которую с таким удовольствием в развлекательных программах используют все серьезные телекомпании мира современности днк сегодня наш персональный биологический паспорт как говорится никуда от него не скрыться в этот день рождаются в 1599 году оливер кромвель политический и военный деятель руководителя английской буржуазной революции в 1653 году он разогнал сначала остатки или как говорили тогда о хвосте долгого парламента а затем и созванный ему на смену парламент святых он провозглашён лорд протектором англии шотландии и ирландии два созывавшихся кромвелем парламента распускались досрочно фактически он присвоил себе королевские полномочия на новом посту кромвель успешно завершил войну с голландии начинает войну с испании она идет правда с переменным успехом 1818 год день рождения федора буслаева выдающегося русского ученого филолога и искусствоведа написал историческую грамматику русского языка именно он первым стал параллельно изучать стили литературы и стиле изобразительного искусства в 1874 году родился итальянский инженер и предприниматель гульельма маркони изобретатель радио ну как известно по одной из версий он получил в 1897 году патент на беспроволочный телеграф и за это изобретение кстати удостоен нобелевской премии по физике в 1909 году а в 1883 появился на свет семён буденный герой гражданской войны маршал советского союза трижды герой советского союза василий палыч соловьев седой русский композитор родился в 1907 году и не только русский но и советский народный артист ссср герой социалистического труда мастер советской песни например соловьи вечер на рейде и наверное главное подмосковные вечера 1918 год рождается элла фиджеральд американская джазовая певица считается одной из наиболее тонких наиболее лирических джаз голосов как соло так и в большом оркестре известно своими мягкими аранжировками песен достигла выдающихся результатов джазовом пении в 50 60 широко эксплуатировалась ее имя и конечно же выходили пластинки запись ее концертов входит число наиболее продаваемых записей исполнителей джаза по сей день в 1928 году родился юрий яковлев актер народный артист ссср лауреат государственной премии работал с 1952 года в театре имени вахтангова но некоторые только фильмы их было много идиот судьба гусарская баллада но и конечно же ирония судьбы потрите мне спинку пожалуйста 1940 год день рождения аль аль редо джеймса пачино американского киноактера играл сильные психологические яркие роли во множестве фильмов но все начиналось правильно в проекте крестный отец 1946 год день рождения владимира вольфовича жириновского председателя лдпр один из главных участников современной российской политики он окончил юридический факультет мгу и институт стран азии и африки свободно говорит по-турецки по английски по-французски и по-немецки 1952 год день рождения владислава третьяка хоккейного вратаря сборной ссср легенда советского спорта и некоторые события этого дня 1547 год крупнейшим пожаром сожжена москва не успели жители опомниться от сильного пожара который случился 22 апреля как через три дня загорелся посад на болвановке что в китай городе между москвой рекой и неглины на сей раз огонь буквально уничтожает восемь тысяч домов и тысячи людей остаются без крова а впереди еще их ждал летний страшный пожар 1741 год коронация императрицы елизаветы 1 который в отличие от прежних императоров и императриц сама надевает на себя порфиру и корону церемония проходит с особой пышностью шиком именно тогда 32-летняя императрица раскрыла свою любовь к ярким зрелищам и маскарадом была объявлена массовая амнистия люди на улицах пели приветственные оды в адрес новой правительницы которая стала в их глазах победительницы и наземных элементов 1940 год на московском заводе кима собран первый опытный советский малолитражный автомобиль который так и называется ким 10 за основу модели берут британский ford префект машина имеет привод на задние колеса и комплектовалась трехступенчатой механикой с началом великой отечественной выпуск кимов был свернут а завод естественно переориентировали на выпуск военной продукции после победы появляется преемник кима москвич 400 который так и не стал по настоящему массовым автомобилем 1945 год сан-франциско начинает работу международная конференция организации объединенных наций она завершается подписанием устава оон в июне этого же года в конференции принимают участие 50 стран в этот же год в 1945 завершается восточно-прусская операция встреча войск армии ссср и сша на реке эльбе в районе тургау советские войска завершают окружение берлина 1966 год начинается катастрофическое землетрясение в ташкенте его сила семь с половиной баллов это землетрясение повлекло человеческие жертвы и значительные разрушения на место событий выезжают руководители страны ну и последнее 1792 доктор жозеф гиотен установил на гребской площади в париже свое сооружение названное вначале луизетты а затем гильотины таким образом увековечив имя доктора в этот же день сооружение успешно выдержала первое испытание отрубив голову разбойнику с большой дороги который как говорили тогда не испытал при этом никакой боли звали первую жертву николя жак пелетье применение гильотины было запрещено только в сентябре 1981 года когда во франции отменили смертную казнь а до этого времени выдумка доктора усердно умерщвляла людей вот такая вот страшная улыбка судьбы с вами был николай пивненко в проекте дата